Рига, Копенгаген, Берген, Осло, Альта. Такой путь, длиной в 31 час, вместо запланированных семи, пришлось проделать Юрию Зиборову. Первый рейс задержала компания Air Baltic. На следующие рейсы Юрий уже не успел. Первый рейс 7.05 должен был состояться из Риги. Нас посадили в самолет без 15.07. Ну и вот без 15.07 утра мы просидели в самолете до 12 часов дня. То есть первые два часа нам вообще ничего не говорили. Самолет, как я понимаю, систему самолетов в течение всего времени там перезагружали раз в пять. То есть информации вообще не было никакой. Но самое обидное было, что в принципе в течение вот этих часов, ну ладно, предложили воды, ну а если горячие напитки там, то это уже за деньги. Ну даже вот смотрите разница между компаниями SAS и Air Baltic. Они удивляются, Air Baltic там президент удивляется, почему их не любят. Рейс задержали всего лишь на час. Но во время полета нас и накормили закусками бесплатно. Так, горячим кофем. Итог – опоздание на работу и очень сложный перелёт. Я прилетел в два часа следующего дня. В семь часов я только вечера попал в Осло. А мне ещё из Осло лететь на север. Так что попал на работу, я должен был в 7 утра вылететь. И в два часа этого же дня должен был быть уже на работе. Прилететь в город, да. Так я прилетел через сутки. На следующие сутки в два часа я попал только в пункт назначения. Не только у меня были стыковочные рейсы. Были рейсы, там мужчина пропустил рейс потом в Соединённые Штаты Америки. В социальной сети Facebook пассажиры жалуются и на другие случаи задержек с той же авиакомпанией. Рейс из Малаги задержали на 11 часов. Меняли самолёт. Задержки Air Baltic становятся доброй традицией. Особенно в Копенгаген. Молимся, чтобы завтра наших ребят не сильно задержали. О том, чтобы вовремя вылетели, даже не мечтаем. Это очень часто стало случаться. Поэтому даже если получаю СМС, всё равно приезжаю в аэропорт в запланированное время отлёта самолёта. В авиакомпании объяснили. Причин много. И касаются они всей отрасли. Наблюдаем возрастающую тенденцию задержек рейсов. Есть несколько причин. Во-первых, забастовки. Например, во Франции, Италии и Германии. Мы стараемся облетать зоны, которые во время забастовок не регулируются. Но приходится тратить больше топлива. Во-вторых, начало летнего сезона. Чем больше полётов, тем больше пробок. К тому же из-за ковида до сих пор чувствуется дефицит сотрудников на некоторых позициях. Третья проблема – техническая ситуация флота. На нашу работу сейчас влияют производители двигателей и те, кто занимается технической поддержкой. Если обычно обслуживание двигателя занимало 8 недель, сейчас аж до 8 месяцев. Из-за слишком долгого технического обслуживания авиакомпании даже пришлось арендовать самолёты. При этом в этом году, к летнему сезону, авиакомпания открыла новые дополнительные рейсы. Стоило ли так расширяться? Особенно учитывая проблемы со скоростью технической поддержки, возникшие уже несколько лет назад. Новые маршруты мы планируем минимум за год или даже за полтора. За это время может произойти многое. Это невозможно предусмотреть. Например, смогут ли наладить обслуживание самолётов. Сейчас мы не планируем менять предложения. Мы считаем, что можем справиться со спросом. Нужно смотреть, как ситуация будет развиваться. Когда всё это могут исправить? К сожалению, это независящие от нас обстоятельства. Никаких сроков, когда проблемы могут решиться. Мы обозначить не можем. Мы делаем всё, чтобы выполнить рейсы. И чтобы их не отменять. Мы надеемся, что в скором времени ситуация улучшится. Мы просим у пассажиров прощения за доставленные неудобства. При этом важно отметить, если вам пришло сообщение о задержке рейса, приехать в аэропорт всё равно нужно без опозданий. Иначе есть шанс на рейс не попасть.